2021 год подходит к концу, а значит, пора подводить итоги уходящему году. Он был насыщен разнообразными событиями. Экстренные ситуации на МКС, катастрофы на орбите из-за испытания космического оружия, выход ракет из-под контроля, первые туристические полеты в космос, а также новые уникальные открытия. Совсем скоро с космодрома Куру и французской Гвиани состоится один из важнейших запусков за последние годы. Ракета Арианы-5 отправит на орбиту телескоп Джеймс Уэбб, JWST, самую сложную и дорогостоящую космическую обсерваторию всех времен и народов. По этому случаю я подготовил небольшую подборку наиболее интересных фактов об истории этого аппарата, его устройстве и предназначении. Истоки Джеймса Уэбб ведут в середину 1990-х годов, когда НАСА начало разработку проекта инфракрасного телескопа следующего поколения под названием NGST – Next Generation Space Telescope. Изначально его предполагалось оснастить 8-метровым зеркалом, а на строительство аппарата надеялись потратить всего 500 миллионов долларов. Впрочем, достаточно быстро стало очевидно, что эта цифра излишне оптимистична. В дальнейшем проект претерпел множество серьезных метаморфоз и получил новое имя в честь администратора НАСА Джеймса Уэбба, занимавшего эту должность с 1961 по 1968 год. Изготовление первых компонентов JWST началось в 2004 году. Предварительный дизайн нового телескопа был согласован в 2008, а окончательное утверждение проекта состоялось в 2010 году. Изготовление последних компонентов аппарата завершилось в 2016. Они были впервые соединены в единое целое в 2019 году. Несмотря на то, что НАСА является главным финансистом James WST, это не чисто американский проект. В создании телескопа также принимают активное участие космические агентства Европы и Канады. В общей сложности в проекте задействовано несколько тысяч ученых и инженеров из 15 стран мира, 258 компаний, правительственных организаций и научных учреждений, 142 из США, 104 из Европы и 12 из Канады, внесли свой вклад в создание JWST. Это крупнейший космический телескоп в истории. С точки зрения размеров 22 на 14,2 метра, JWST станет крупнейшим космическим телескопом в истории. Столь внушительные габариты обусловлены двумя ключевыми компонентами обсерватории, ее главным зеркалом и солнцезащитным экраном. Главное зеркало JWST состоит из 18 бериллиевых сегментов шестиугольной формы. Площадь его собирающей поверхности равна 25 квадратным метрам. Это крупнейшее в истории зеркало, которое будет выведено за пределы земной атмосферы. Из-за внушительных размеров во время запуска оно будет находиться в свернутом состоянии. Его раскроют в космосе. Солнцезащитный экран предназначен для пассивного охлаждения JWST, чтобы поддерживать минимальную температуру минус 223 градуса, необходимую для успешной работы научных инструментов. Экран состоит из пяти мембран, выполненных из материала каптон и в развернутом состоянии имеет площадь 300 квадратных метров, что больше теннисного корта для парной игры. Чтобы вместить экран в грузовой отсек ракетоносителя, его сложат 12 раз. JWST носит титул не только самого большого, но и самого дорогого телескопа в истории. Когда проект был окончательно утвержден в 2010 году, НАСА оценивала стоимость его создания в 6,5 миллиардов долларов. Но из-за различных технических проблем и задержек, итоговая смета выросла на 9,7 миллиарда. Из-за этого американский конгресс даже хотел отменить JWST, но в итоге телескоп удалось отстоять. Стоит заметить, что цифра 9,7 миллиардов долларов включает лишь траты НАСА. ESA вложила в проект 700 миллионов евро. Канада – 200 миллионов канадских долларов. Запуск JWST на ракете Ariane 5 с космодрома Куру также является частью финансового вклада Европы в новый телескоп. На ранних этапах разработки JWST планировалось запустить в 2010 году, когда проект был утвержден. В качестве даты запуска фигурировал 2016 год. В итоге к этому прибавили еще 5 лет. Из-за постоянных переносов даты запуска аппарата, некоторые шутники даже придумали собственную расшифровку его аббревиатуры – JWST Space Telescope, что означает «Просто подожди, космический телескоп». Основной причиной переносов является новаторская конструкция JWST. До этого НАСА никогда не строило телескопов, оснащенных разворачиваемыми зеркалами и солнцезащитным экраном. В результате их пришлось создать с нуля, и очевидно, что проектировщики серьезно недооценили сложности подобной задачи. JWST часто называют преемником Хаббл, но это сравнение не совсем корректно. Хаббл способен вести наблюдение в ультрафиолетовом, видимом в ближней части инфракрасного диапазона. James WST в части видимого, ближнем и среднем инфракрасного диапазона. Это позволит ему проникать сквозь заполняющее межзвездное пространство, облака пыли и наблюдать самые удаленные объекты во Вселенной. Можно долго говорить о чувствительности и разрешающей способности нового телескопа, но проще привести такой пример. По словам сотрудников проекта, JWST настолько мощный, что смог бы различить детали размером с одноцентовую монету на расстоянии 40 километров и уловить тепловую сигнатуру шмеля на поверхности Луны. В отличие от находящегося на нижней околоземной орбите Хаббла, рабочая позиция JWST будет располагаться намного дальше, на расстоянии полутора миллионов километров от Земли, в точке Лагранжа-Ла-2, система Солнца-Земля. Чтобы добраться до нужной точки, James WST потребуется примерно месяц. Во время этого путешествия инженеры приступят к раскрытию его станцезащитного экрана и развертыванию основного и вторичного зеркала. Далее телескопу потребуется еще несколько месяцев на тестирование и калибровку научных инструментов. Лишь после этого, JWST сможет приступить к выполнению своей крайне насыщенной программы наблюдений. НАСА надеется, что срок его работы составит не менее 10 лет. Еще одно ключевое отличие James WST от Хаббл заключается в возможности его орбитального ремонта. Хаббл проектировался с расчетом на периодическое посещение пилотируемыми экспедициями. Но даже если бы шаттлы до сих пор летали, то все равно никогда не смогли бы достичь James WST, ибо они не могли путешествовать в дальний космос. Поэтому с самого начала JWST проектировался как полностью самодостаточный аппарат. Это означает, что в случае какой-либо неполадки ее можно будет исправить только с использованием внутренних резервов самого телескопа. Впрочем, на всякий случай инженеры все же добавили в конструкцию JWST стыковочное кольцо. Как знать, возможно, в будущем НАСА сможет отправить к нему миссию для обслуживания. Астрономы по всему миру с нетерпением ждут начала работы JWST. Благодаря своему рекордному зеркалу и возможности вести наблюдения в инфракрасном диапазоне, он представит им невиданные ранее возможности по изучению Вселенной. В частности, ожидается, что JWST сумеет увидеть свет самых ранних звезд и галактик. Фактически, он станет своеобразной машиной времени, которая позволит ученым ответить на ряд ключевых космологических вопросов, касающихся того, как Вселенная приобрела сегодняшний вид. Помимо исследования первых галактик, JWST также будет использоваться для изучения экзопланет. Он сможет не просто находить и определять характеристики внесолнечных миров, но и проводить подробные химические анализы газовых оболочек с целью обнаружения возможных биосигнатур. Это может произвести настоящую революцию в деле изучения экзопланет. Также ожидается, что JWST сможет находить экзолуны. JWST будет использоваться и для других целей. В их числе изучение черных дыр, молекулярных облаков и протопланетных дисков. Также JWST задействует и для наблюдения объектов нашей Солнечной системы. Особенно большой упор будет сделан на изучение водных миров, Европы и Энцелада. JWST будет искать биосигнатуры в выбросах их гейзеров. Как стало известно, NASA перенесло запуск космического телескопа James Webb на 24 декабря 2021 года из-за проблем со связью. 2021 год открыл эру космического туризма. Он станет одним из самых запоминающихся и странных в истории науки. Давайте посмотрим на эти удивительные события уходящего года. Международная космическая станция сделала сальто назад. 29 июля 2021 года случился один из самых серьезных инцидентов в 21-летней истории МКС. Неожиданно самопроизвольно запустился двигатель прибывшего российского модуля «Наука», который заставил космическую станцию сделать сальто на 540 градусов. Российские авиадиспетчеры смогли восстановить контроль лишь спустя 47 тревожных минут. За это время МКС совершил полтора незапланированных поворота. Благо, ее удалось вернуть в исходное положение. Ракета Чанчжэнь-5Б сбилась с курса и упала в Индийский океан. 29 апреля 2021 года 30-метровая основная ступень китайской ракеты Чанчжэнь-5Б случайно вышла на низкую околоземную орбиту. Эксперты отслеживали падение в течение нескольких дней, но так и не смогли спрогнозировать ее точное место приземления. Все опасались самого худшего исхода событий с вероятностью крушения в одном из крупных городов. Ракета в конечном итоге рухнула в Индийский океан 9 мая 2021 года. Ее вес при этом составлял 23 тонны. Это был один из крупнейших искусственных объектов, свершивших неконтролируемый вход в атмосферу планеты. Загадочный объект рядом с китайским спутником В начале ноября 2021 года американские космические силы обнаружили на орбите рядом с китайским космическим аппаратом Ши Цзянь-21 некий странный объект. Космическое управление внесло его в каталог как апогейный двигатель под названием 2021-094С. Апогейные двигатели обычно используются для вывода полезных нагрузок на целевые орбиты, а после использования отправляются на орбиты кладбища. Однако Ши Цзянь-21 и 2021-094С расположены относительно близко друг к другу и кажутся синхронизированными объектами. Учитывая это необычное расположение, возникло предположение, что объект является не апогейным двигателем, а своего рода субспутником. Китай так и не прокомментировал до сих пор этот загадочный объект. Взрыв спутника на орбите создал катастрофу для космических полетов. Ранним утром 15 ноября 2021 года экипажу МКС было велено немедленно укрыться на космическом корабле, пришвартованном за пределами станции. Внезапное появление облака космического мусора, вызванного испытанием российского противоспутникового оружия АСАД, привело к возникновению аварийной ситуации. В результате преднамеренного уничтожения старого советского спутника «Космос-1408» образовалось около полутора тысяч отслеживаемых обломков и тысячи более мелких осколков, которые останутся угрозой для МКС и других космических объектов в ближайшие годы. Столкновения в космосе Испытание российского противоспутникового оружия угрожает увеличить вероятность столкновения на орбите. Но некоторые столкновения все же произошли в 2021 году. Одна из частей российского космического мусора попала в китайский спутник. Также небольшой обломок пробил дыру манипуляторе Кенадарм-2, прикрепленному к МКС. Роботизированный манипулятор после столкновения остался работоспособным, а вот китайский спутник погиб. Космический туризм стал реальностью 2021 год можно назвать первым в истории космонавтики, открывшим дорогу к космическому туризму для всех желающих, у кого есть лишние 25 млн долларов. Ричард Брэнсон стал первым миллиардером, достигшим космоса на своем космолете Virgin Galactic VSS Unity. Буквально через несколько недель в суборбитальный полет отправилась ракета Blue Origin с капсулой New Shepard с еще одним миллиардером на борту Джеффом Безосом. Паркер Солар Проб и его полет к Солнцу Паркер Солар Проб самый быстрый из известных объектов, построенных людьми. 28 апреля 2021 года космический зонд Паркер Солар Проб впервые в истории науки смог прикоснуться к Солнцу. Космическому аппарату, защищенному от сильного жара специальным тепловым экраном, удалось погрузиться в палящую атмосферу нашей звезды и пробыть там целых 5 часов. Более того, он сделал это трижды и остался в рабочем состоянии. Паркер Солар Проб развил рекордную для искусственного тела скорость 692 тысяч километров в час. Правда, не обошлось без происшествий. Защитный экран во время таких пролетов в атмосфере Солнца получил пробоину. Я надеюсь, что следующий 2022 год принесет намного больше интересных и новых открытий в космосе, а также фантастических изобретений и новых технологий. Будем надеяться, что в 2022 году люди планеты Земля наконец-то избавятся от войн, голода и холода, жажды, болезней и нищеты. Наконец-то рухнут все границы и мы все станем одним большим и дружным народом нашего единственного дома, планеты Земля. Станем созидателями, а не разрушителями, путешественниками и первооткрывателями. Века, как меня занесло-то. Мечты мои мечты. Осталось нам совсем немного подождать. Посмотрим, что приготовил для нас этот новый календарный 2022 год. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.